Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Через годы, через поколения, спустя 76 долгих лет, мы не перестаем помнить о Великой Победе, которая живет в сердце каждого из нас. А что думают об этом великом празднике сменовцы? Какие чувства просыпаются в сердце каждого из них в преддверии этого великого праздника? Для меня День Победы – это памятная дата, которая дает мне способ отдать дань предкам, их подвигу, а также всем жертвам, которые были принесены. Также вот это знаменует парад, который проводится ежегодно, в котором военнослужащие показывают все, что они способны, и на то, что они готовы защищать Родину, так же, как и наши предки. Я считаю, что День Победы – это тот самый день, когда мы выиграли в войне. Война – это очень большой труд, а за труд получают деньги. Но мы выиграли не деньги, мы выиграли свободу, мы свободны, мы должны скорбить о тех, кто это для нас сделал. Это праздник, во время которого мы должны отдать дань предкам, подарившим нам свободу, рискуя своими жизнями. Они добивались голубого неба у нас над головами. Я считаю, что это очень важный праздник, во время которого мы должны вспоминать, радоваться, но и одновременно грустить о павших героях этой Великой Отечественной войны. Чаще всего, когда я слушаю музыку, которая напоминает мне об этом дне, у меня появляются слезы, или же просто начинается какая-то память или скорбь о том, что происходило тогда. Но зачем так грустить, если можно радоваться, что эти люди все-таки помогли нам и спасли нашу Родину? Девятое мая – это очень важный праздник для России. Многие просто с честью, с гордостью вспоминают этот праздник, помнят, как их бабушки, дедушки, прадеды и прабабушки воевали. На самом деле это и радостно, и горестно за этот день. Радостно, что мы победили, что мы сейчас не в плену, что у нас сейчас свободная страна с будущим. Но горестно за многомиллионные потери, которые многие люди пережили. И до сих пор вспоминают этот день со слезинкой на щеках. Мы должны помнить тех, кто пожертвовал свои жизни ради мира на земле. Все, что мы имеем, мы обязаны маленьким и большим павшим и живым. Поэтому я считаю, что День Победы – это не то чтобы праздник, а победы Советского Союза и остальных стран над немецкими захватчиками. Мы как минимум должны помнить и чтить всех погибших и всех живых. Так как в каждой семье были ветераны, были труженики с тыла. И очень важно задать такой вопрос сейчас современным детям и людям. О чем мы мечтаем? Мы мечтаем о каникулах, о интересных поездках. Но о чем мечтали дети войны? Они мечтали об окончании бомбежек и о мире на земле. Поэтому я считаю, что День Победы – это не то чтобы праздник, это День скорби и памяти погибших и выживших. День Победы – это не то чтобы праздник, 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 это не то чтобы празд Продолжение следует...